Многим кажется, что за более чем 100 лет, прошедших с 1917 года, белых пятен в революционной истории России остаться не должно. Однако, в нашем славном отечестве спустя век находятся целые исторические пласты, либо малознакомые, либо вовсе неведомые широкой публике, как, например, сюжет о многотысячном легионе китайских бойцов, ставшем опорой большевиков первые годы советской власти. Ведь до сих пор так и не ясно, каким образом так стремительно оказались захвачены ключевые точки Петрограда в 1917 году. Телеграф, госбанк, разводные мосты, склады с оружием. Эта операция была больше похожа на работу современного спецназа, чем на действия плохо организованной толпы революционных солдат и матросов, изгнавших своих командиров. Однако, вполне вероятно, мы так никогда и не узнаем, как же все тогда случилось. Принято считать, что в гражданской войне в России воевали между собой брат с братом, отец с сыном и сын с отцом. Так ли это? Люди старшего поколения наверняка помнят некогда популярный фильм «Неуловимые мстители», но не все знают, что фильм поставлен по книге Павла Бляхина «Красные дьяволята». И уже совсем мало кто знает, что в упомянутой книге нет никакого яшки цыгана. На самом деле там китаец по имени Ю-Ю. В смутные времена российско-рабоче-крестьянского переворота китайским наемникам доверяли даже охрану вождя революции. В одно время Ленина охраняли 15 хорошо подготовленных китайских бойцов. Возможно, зря их позже убрали. Так смотришь, и спасли бы вождя от покушения 30 августа 1918 года. Еще важно отметить, что первые чекистские чоны, части особого назначения, формировались именно из китайцев, которым не было равных в исполнительности и жестокости при решении самых некрасивых революционных задач. О китайском акценте русской революции за минувшие годы говорили крайне скупо. А о том, куда делись тысячи китайцев после деятельного участия в нашей гражданской войне, не говорили вовсе. Об их роли молчат исследователи, имена китайских комиссаров, запертые под спудом засекреченных архивных папок, не звучат в исторической литературе. А между тем, китайский вклад в победу Октябрьского переворота, в установлении советской власти и победу Красных в гражданской войне, действительно по сей день так и не оценен. А ведь есть что оценивать. Итак, обо всем по порядку. По данным, опубликованным в журнале «Промышленность и торговля», номер 27 за 1915 год, говорилось, что всего по 1910 год из Китая на Дальний Восток прибыло около 550 тысяч человек. Из них 200 тысяч там и осели, а остальные перебрались в Западную Сибирь и Европейскую Россию. Либо вернулись на родину. Когда началась Первая мировая война и последовавшая за ней всеобщая мобилизация, царской России стало катастрофично не хватать рабочей силы, желательно дешевой и безропотной. Уже в 1914 году в Китае появляются вербовочные центры, где бедным китайцам предлагают работу в России. Подписавших контракт китайцев в основном отправляли в шахты Донбасса, на железнодорожные работы, золотые прииски Сибири. Много кто отправился на предприятия и фабрики Москвы, Киева, Петербурга и Одессы. Здесь важно подчеркнуть, что в царской России с китайскими рабочими поступали жестоко. Российское правительство рассматривало китайцев исключительно как дешевую и бесправную рабочую силу. Условия существования были скотские, спали в сырых землянках и в грязи. За свой тяжелый труд они получали сущие копейки, которых едва хватало на хлеб. К примеру, при вербовке подрядчики обещали платить 100-200 рублей в месяц. На самом же деле мало кто из китайцев получал на руки больше 10-20 рублей, и это при 15-часовом рабочем дне. Вдобавок ко всему, несчастных работяг постоянно обкладывали самыми разными системами штрафов. В середине войны многих китайцев стали принудительно отправлять на передовую копать окопы. Многие погибали на этих работах от пуль и снарядов. Ко всему этому китайцы массово умирали от цинги и тифа, а также от непосильного труда и обморожений. Все дело в том, что содержание выходцев из Поднебесной правительство полностью отдало на усмотрение подрядчиков из числа кулаков и помещиков. Ненависть к русским буржуям у китайских работяг росла как на дрожжах. Не секрет, что в Российской империи проявления расизма и национализма не только никак не ограничивались, но и всячески поощрялись. Отношение к китайцам было как к людям второго сорта. Их называли желтолицами и животными. Кроме этого, в 1916 году буржуазная элита в целях сместить от себя народный гнев заказывала пропагандистские публикации в прессе, где говорилось о том, что китайцы сами приехали в матушку Россию, чтобы лишить заработка православный люд. Безусловно, такое отношение российских властей, помещиков и кулаков, неприкрытый расизм и невыносимые условия существования не могли не вызвать возмущения среди китайских рабочих. Они часто устраивали протесты. Власти с этим разбирались безжалостно. По протестующим открывали огонь из оружия. Кого-то убивали, кого-то ранили. Тех, кто бежал, ловили и жестоко секли. Зато большевики, возглавившие в 1917 году революцию, никаких национальных различий не признавали и смотрели на китайских товарищей, как на братьев, таких же угнетенных пролетариев. Можно представить, какую симпатию вызывали у китайцев такие русские люди. Идеи красных большевиков, изложенные просто и понятно, вызывали в головах китайцев глубокое сочувствие. Рабочие из Китая с радостью вступали в отряды Красной Армии и очень дорожили своим новым статусом. И обращением товарищ. Первые китайцы в заводских и фабричных красных отрядах появились еще до событий октября 1917 года. Тогда их было всего лишь несколько десятков, но многие из них были профессиональными военными. Большевики разрешили китайским товарищам посещение родины и аннулировали тайные договоры царского правительства, ущемлявшие интересы выходцев из Поднебесной. С середины 1918 года по всей стране стали организовано создаваться китайские роты и батальоны. Это был тот случай, когда интересы двух народов полностью совпадали. И те, и другие ненавидели политику царских властей. Многие китайские рабочие мечтали отомстить кулакам-нанимателям, которых они называли «злые глаза». Важным моментом была честность большевистских командиров в выполнении своих обязательств перед китайскими красноармейцами по денежному довольствию и питанию. Награбленного у буржуев золота большевикам хватало, и они могли не скупиться на оплату наемников. После стольких лет сплошного надувательства и обмана со стороны нанимателей, такой подход подкупал выходцев из Поднебесной. Убеждения в честности большевиков и коварстве белых играли исключительную важность в настроениях китайцев. В работах некоторых историков численность китайских интернационалистов в рабоче-крестьянской Красной Армии указывалась не менее 40 тысяч человек. И Владимир Ленин, и Лев Троцкий хорошо осознавали, что после захвата власти им обязательно придется прибегнуть к непопулярным и жестоким мерам в отношении коренного населения многих губерний России. С этой задачей, как никто другой, лучше всего могли справиться интернационалисты, которые ничем не связаны с местным населением. В свою очередь китайцы восхищались большевистскими лозунгами о равенстве и экспроприации ценностей. Было принято решение о привлечении китайских бойцов в сложных и неординарных ситуациях. Китайцы отличались высокой дисциплинированностью, беспрекословным подчинением приказам и диким фанатизмам, в связи с чем были готовы к самопожертвованию. О таких азиатах-камикадзе большевики могли только мечтать. Китайские интернационалисты отлично зарекомендовали себя в боях с белогвардейцами. Отличались от красноармейцев лютым зверством при карательных операциях. Молва о них была такая, что белые даже не брали китайцев в плен. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК, сформировала из китайских бойцов чоны части особого назначения, главной миссией которой был террор. Первые такие формирования запросил для себя и опробовал в деле командарм Якир. Иона Эммануилович Якир воевал на юго-западе России и на Украине, где крестьянство резко не принимало новую, большевистскую власть и постоянно бунтовало. Китайские чоновцы себя полностью оправдали. Они вырезали целые деревни, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Не говоря уже о белых. Обрадованный их успехами, Троцкий распространил чоны по всем фронтам гражданской войны. И везде вполне успешно. Китайские красноармейцы ходили по домам, выискивали всех, кто каким-то боком имел отношение к белым или буржуям. Достаточно было быть просто родственником таковых. Уводили и расстреливали. С расстрелянных снимали кольца, портсигары, часы и другие вещи. Китайские товарищи прекрасно выполняли роль палачей и творили любые зверства, почти никогда не задумываясь. Если вдруг русские красноармейцы отказывались расстреливать военнопленных, тогда приглашали китайских товарищей. После этого в некоторых городах России даже появился термин «китайское мясо». Это когда после казни китайцы выбирали среди расстрелянных помоложе и продавали потом их мясо на рынках под видом телятины. Выполняли они и карательные задачи. В марте 1919 года именно китайские подразделения окружили антибольшевистский митинг на Астраханском заводе и расстреляли рабочих. Погибли десятки человек. Затем в целях устрашения стали ловить разбежавшихся по городу. Хватали и непричастных мужчин. Расстреливали и топили их в Волге. Но самые жуткие кровавые расправы устроили китайцы, которые были под командованием командарма Якира. На Дону Якир велел расстреливать на месте всех казаков, имевших оружие, уничтожать повстанцев и даже непричастных. Это в приказе называлось процентным уничтожением мужского населения. Что-то вроде децимации в римской армии, когда по жребию убивали каждого десятого. Были убиты или пострадали тысячи людей. Сколько точно, не будет известно никогда. Вот как отзывался о своих любимых бойцах-китайцах сам Ион Якир. Китаец, он стоек, он ничего не боится. Брат родной погибнет в бою, а он и глазом не моргнет. Подойдет, глаза ему прикроет, и все тут. Опять возле него сядет в фуражке патроны и будет со спокойным лицом патрон за патроном выпускать. Если он понимает, что против него враг, то плохо этому врагу. Китаец будет драться до последнего. Когда революция победила, китайцы стали не нужны, и с их огромным количеством нужно было что-то делать. И вот, к началу 1930 года, все обратили внимание на странные обстоятельства. В Москве и других городах России таинственным образом исчезло большинство китайцев. Рынки опустили. Обыватели перестали тревожить китайские бандиты. А главный бизнес китайцев в прачечные, где на самом деле те торговали опиумом, кокаином, морфием и рисовой водкой, позакрывались. Ни в газетах, ни по радио информации на эту тему никто не давал. Были и сплыли. На самом деле таинственный исход китайцев объяснялся просто. Сталин стал решать китайскую проблему в свойственной ему манере. Методично и жестко. Отловом и выдворением бывших наемников и их семей занималась ОГПУ под руководством Генриха Ягоды и Карла Палкера, в прошлом телохранителя Сталина. Бывших китайских наемников стали эшелонами высылать обратно в Китай, помогать коммунистам в захвате власти. Зачистка от китайцев закончилась к 1937 году. Их почти не осталось не только в европейских городах России, но и на Дальнем Востоке. Самих чистильщиков тоже не забыли. Палкера расстреляли по приказу Сталина в 1937 году, Ягоду в 1938. Не забыл Сталин и о главном командире китайцев Ионе Якире. Его репрессировали и расстреляли в 1937 году. На этом и закончились китайские легионеры в России. Друзья, поставьте лайк этому видеоролику, если он пришелся вам по душе, или дизлайк, если не понравился, чтобы все было по-честному. А также не забывайте подписаться на канал и оставляйте свои мысли в комментариях под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!